Всем привет! С вами интернет-магазин Мир Эхолотов. Сегодня вы задались, наверное, вопросом, что же подарить мужу, отцу, или же деду, или начальнику рыбаку, который увлекается именно рыбалкой. Я постараюсь в этом видео рассказать это в простом языке, и мы сегодня поговорим про эхолоты. Эхолоты – это приборы, которые сканируют водоем, и после этого можно будет понять, есть ли там рыба, а также знать, на какой глубине вы находитесь, увидеть рельеф дна, температуру воды и нахождение на дне предметов по типу коряк, затонувших лодок и тому подобное. Теперь расскажу про функции, которые отвечают на определенные требования. Эхолокация. Данная функция отвечает за то, чтобы показывать вам рельеф дна и наличие рыбы. В этой функции отображается рыба либо иконками рыб, либо дугами. Чем больше дуга и толще, тем крупнее рыба. Данная функция присутствует на всех эхолотах. Структура дна. Данная функция показывает нижнее сканирование, где вы точно увидите очертания предметов. При отсутствии этой функции вы увидите лишь некий бугор дна и не поймете, что там лежит. Данная функция начинает присутствовать в моделях от 20 тысяч рублей. Навигация. Здесь есть два вида эхолотов, а точнее GPS-плоттер, либо карплоттер. В первом варианте можно ставить точки на белом поле. Во втором случае можно загружать карту местности с глубинами водоемов или без глубин. Зачем это нужно? Чтобы можно было к ним возвращаться и делать заранее себе маршрут. Данная функция начинает присутствовать в моделях от 28 тысяч рублей карплоттеры и от 13 тысяч GPS-плоттеры. Боковое сканирование этой функции стреляет по бортам лодки до 100 метров, но тут зависит от глубины. Она нужна, чтобы ускорить процесс поиска рыбных мест. Вдобавок, это уже визуально по-другому смотрится. Данная функция начинает присутствовать в моделях от 55 тысяч рублей. 3D. Соответственно, показывает все, что на дне в 3D формате. И вы можете со всех сторон рассмотреть объекты, находящиеся под водой. Данная функция присутствует в моделях от 120 тысяч рублей. Пожалуй, по базовым функциям мы прошлись. Теперь осталось дело за вами. Вам необходимо будет узнать у рыбака, кто получает непосредственно этот эхолот, получит подарок. Задать всего лишь спроса. По секрету это или нет, не важно. Но эти вопросы важны для понимания, общего понимания, какой же взять эхолота для него. Откуда рыбачат? С лодки или с берега? А также когда? Летом или зимой? Или круглый год? Узнав ответы на эти вопросы, позвоните нам по телефону 8 800 222 92. Звонок бесплатный по России. Мы уточним у вас более детальные вопросы, зададим и точно подберем эхолот. Но перед этим рекомендую посмотреть мою подборку эхолотов, чтобы вы могли посмотреть и прицениться для начала. Конечно, основным показателем является бюджет, так как от него и зависит, будет ли та или иная функция в аппарате. Если ваш человек рыбачит с берега, то тут два варианта. Если он дружит со смартфоном, то однозначно брать Dipper Pro или Dipper Pro Plus. Плюс будет дороже, так как GPS для точных отметок рыбных мест встроен в него. В остальном они одинаковые. По цене это примерно до 21 тысячи рублей. Если бюджет меньше и с телефоном не лады, или вообще не хочет его брать с собой на рыбалку, то по сути советую присмотреться к более бюджетному варианту Lucky FF718 Lece. Он цветной и показывает базовую информацию. Это я про их локацию. Дальность беспроводного датчика тоже хороша. Около 100 метров. Если человек рыбачит только зимой, то либо Lucky FF618, либо Practic R6M. Важно именно M брать, так как остальные очень хрупкие. Это я предлагаю из бюджетных моделей. Но также подойдут модели Dipper Pro. А вообще для зимы дарят даже не и холод, а подводную камеру. И достаточно недорогая и по качеству нарадует. Это Calypso FDF1111. На нее будет обзор чуть позже, поэтому не пропустите. И как появится видео, под этим и видео в описании будет ссылка на обзор. Если рыбачит только с лодки, среди бюджетных моделей Lawrence Hook 2 4X GPS Bullet. Или Garmin Striker Plus 4. Разница этих моделей в том, что если глубины больше 15-20 метров, то советую Garmin. Если совсем мелководье, то Lawrence. Далее, если бюджет больше 20-30 тысяч, то тут будет хорошим вариантом Raymarine Dragonfly 4 Pro или 5 Pro. Далее пробежимся по самым популярным моделям для разных бюджетов. Если бюджет около 50 тысяч рублей, то тут либо Raymarine Dragonfly 7 Pro или Garmin Striker Plus 7SV. Если 80 тысяч, то Lawrence Elite 7 Ti. Если бюджет около 150 тысяч, то Raymarine Axiom 9. Все, что дороже, уже идут с более высоким разрешением, большим экраном и различными доп. функциями. По типу подключения радара, ночное видение, камеры по борту, автопилот. Мы за 4 года работы пока не получали такой заказ, когда человеку дарит эхолот больше 170 тысяч рублей. Пока это был максимум. Может быть вы удивите нас? Моделей эхолотов на рынке очень много. И мы как раз таки про них и рассказываем на нашем канале. Поэтому переходите на наш канал, посмотрите другие видео, подборки, по бюджетам. Если какие-то еще уточняющие у вас вопросы остались, звоните нам по телефону. Либо пишите под комментариями свои вопросы, мы отвечаем быстро. Все, если вам понравилось видео, обязательно ставим лайк и подписываемся. Для вас еще много чего интересного. До следующего выпуска. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok